Самара ждет молодых специалистов на работу. По информации регионального Минтруда, сейчас на рынке особенно востребованы инженеры, программисты, строители, нефтяники. Для начинающих специалистов действуют различные меры поддержки. Например, для студентов технических вузов действует закон о молодом специалисте. Сейчас в реестре 268 человек, которые получают господдержку. Также начинающих специалистов готовы принимать на практику крупнейшие предприятия региона. В этом году 92 предприятия предоставили для практикантов 340 мест. Работает и институт наставничества. У нас из областного бюджета предоставляются средства на наставничество. При этом здесь мы решаем несколько задач. Во-первых, ребята получают опытного наставника. Если касается нацпроекта демографии, то мы поддерживаем людей предпенсионного возраста, даем им возможность передать свои знания молодым ребятам. В Самарской области учрежден почетный знак губернатора Самарской области за заслуги в наставничество. На работу в регионе ждут и самарских студентов, которые сейчас обучаются в столичных вузах. Как усилить взаимодействие региональных предприятий и крупнейших вузов страны, обсуждали в режиме онлайн-конференции в областном правительстве. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поставил задачу развивать кадровый потенциал региона и обеспечивать работодателей необходимыми трудовыми ресурсами. Уже с прошлого года региональное правительство сотрудничает с московскими университетами. Студентам, выходцам из Самарской области предлагают пройти производственную практику с возможностью дальнейшего трудоустройства на предприятиях региона. Развитие кадрового потенциала региона – это приоритетное направление работы правительства Самарской области. Для нас очень важно, чтобы те практики, которые уже сложились, еще раз хотелось бы подчеркнуть, перевести именно в системную работу. Но и, безусловно, не только со столичными вузами, но и другими, где учатся молодые люди, выходцы из Самарской области. Для нас очень важно заключить соответствующее соглашение с Министерством образования и науки Российской Федерации, которое бы позволило предлагать варианты производительных практик, трудоустройства для самарцев, обучающихся в вузах других регионов. Необходимо снять все барьеры для роста карьерного продвижения молодежи в бизнесе, в системе госуправления, в науке, предоставить ей широкие возможности для личной и профессиональной самореализации. Уверен, что начатая в правительстве Самарской области работа по созданию привыкательных условий для молодых специалистов в регионе продолжит активно развиваться. Заключить соглашение с ведущими столичными университетами региональные власти планируют уже в октябре. Лариса Шлафаст, Константин Головин, События.